Якутская система здравоохранения достойно выдержала первую и вторую волну пандемии коронавируса, считает глава республики. В интервью газете «Коммерсант» Айсен Николаев подвел итоги непростого года. По его словам, в социальной сфере ничего не остановилось в регионе. Строили школы, детские сады, дворцы культуры, больницы. Жители аварийных домов тоже переселяли в новые квартиры вопреки пандемии. По наполнению бюджет Якутии заканчивает год лучше, чем ожидалось. Это связано как с ростом поступления нефти и золота добычи, так и с улучшением ситуации на алмазном рынке. Алроса была в непростом положении с конца первого квартала до середины третьего, в условиях, когда рухнул мировой ювелирный рынок, и ювелирные изделия вообще не продавались. Во втором квартале спад составил до 97%. Это были очень тяжелые месяцы, и в тот момент компания была единственной на рынке, кто добывал алмазы. Теперь мы видим тенденцию и оживление рынка, что позволило компании в конце года выйти на результаты лучше, чем за аналогичный период прошлого года, прокомментировал Илдархан. Говорили и о стоимости авиабилетов. Айсен Николаев считает, необходимо уменьшить сборы в малых аэропортах, которых на севере достаточно. Потому как сейчас к ним применяются такие же жесткие требования, как и крупным портам. В итоге, если в обычном билете на сборы приходится 2% стоимости, то в якутских авиабилетах почти 20%.